Ой, молодец. Шикотно, шикотно. В приюте диких животных и птиц «Спаси меня» завтрак для малышей. Для косуленка-эльфа – козье молоко. Гоголь-моголь – лисенку-фоксику. Его даже нашли в курятнике. Так любит яйца. А основатель приюта, известный зоозащитник Карен Далакян, уже готовит угощение для птиц. Рыбная мука добавляем, чтобы запах был. Очень важно. Вот оно такого черного цвета. И обязательно морские ракушки. То есть это обязательно вот такой очень серьезный рацион. Стоят морские деликатесы недешево, а еще нужны витамины. Поэтому в приюте бросили клич ко всем южноуральцам – помогите питомцам с продуктами. Яблоки и капустные листья привезли монахини Свято-Казанского женского монастыря в Троицке. Звери с удовольствием принимают дары садов и огородов, но и от прочей еды не откажутся. Вот мы в основном нуждаются – это все зерновые, это пшеница, это овес, это семечки, это отруби. Вот это в основном идет рацион птицам. Птицам и варится каша. Скажем, для хищника в основном это мясное и рыбное. Мясом кормят волка. А куриные потроха уважает филин по кличке Филимон. Он по-хозяйски обходит территорию и даже не пытается улететь. Из-за травмы глаза нарушена координация движений. Это самый крупный представитель союзных попал к нам маленьким птенцом из Курганской области с травмой верхней челюсти и глаза. То есть кто-то плевал вот этого маленького птенца. У всех животных приюта «Спаси меня» драматичная судьба. Кого-то сбило машины и принесли добрые люди. Кого-то чуть не загрызли собаки. Журавля Журика подобрали на трассе совсем маленьким птенцом. Карендалокян его выходил. Лебеди и чайки тоже изранены с перебитыми крыльями. Здесь, в Челябинском приюте, дикие животные обрели второй дом. А новых постояльцев приносят едва ли не каждый день. Поэтому здесь и попросили о помощи. Нужны продукты, лекарственные и моющие средства. Наталья Драчева, Юлия Расторгуева, Павел Климентиев, ОТВ.